Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в программе «Тема дня» мы говорим о том, как складывается рынок труда в Ульяновской области в условиях пандемии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Кто сегодня атакует двери центров занятости? Виртуально атакует, подчеркнем, наверное, это, да? Да, очень хорошее слово. Действительно, у нас сейчас ощущение, что центры занятости подвергаются массовому наплыву людей, атаки такой. Можно сказать, что количество обращающихся выросло приблизительно в пять раз. В пять раз? Да, с тем, что у нас как бы в привычном режиме было. Наверное, можно сказать, что это три категории сейчас людей. Первая категория, наверное, это самая большая. Это люди, которые работали, как мы говорим, в тени, в теневике. У предпринимателей. У предпринимателей без оформления получали заработную плату в конвертах, скажем так. Сейчас, в период пандемии, предприниматели совершенно спокойно с ними расстаются, с этими людьми. Они оказываются незащищенными, потому что никакого договора у них нет. И они приходят в центр занятости в надежде, что они встанут на учет и будут получать хотя бы какое-то пособие сейчас для того, чтобы в этот период как-то продержаться. Но если отношения не были оформлены, вы, наверное, минимум можете только предложить? Да, к сожалению, это как раз те последствия, о которых мы всегда говорим. Если вы работаете не по-белому, если вы работаете с неофициальной зарплатой, то, конечно, вы можете на государство рассчитывать в минимальной части. Вы не платили налоги, вы не были официально трудоустроены. Соответственно, если у вас в трудовой книжке, в трудовом договоре нет 26 полных недель за календарный год, то максимум, на что вы можете претендовать, это пособие в 1500 рублей. К сожалению, это так. Вторая категория. Вторая категория – это те люди, которые возвращаются сейчас с вахты. Основная часть у нас все-таки идет с Москвы, с Московской области. Это у нас основной потребитель нашей рабочей силы. Вот эти люди сейчас в массовом порядке возвращаются. И они, конечно, встают на учет. Они пробуют тоже как-то или трудоустроиться, или действительно получить статус безработного. Как правило, эти люди не лентяи. Они заточены на то, чтобы действительно работать. Но массовый наплыв такой, как мы говорим, выходовиков, он оборачивается опять минусом каким. Все хотят прийти очно. Все, как вы говорите, осаждают у нас буквально двери центров занятости. И люди думают, что если они лично не придут, то на них меньше внимания, что ли, как-то обратят. Или конкретно их, может быть, не сразу зарегистрируют. Поэтому я сейчас попозже скажу, как это сделать, чтобы без ущерба. Действительно приходить не надо. И третья категория – это люди, которые реально сейчас потеряли работу. Или ушли в ситуацию простую в связи с тем, что в экономике... Производство не работает. Да, производство приостановилось. Производство сворачивается. Или, например, не производство. А те сферы, которые сейчас запрещены к тому, чтобы они работали. Культура, спорт, все, что касается развлекательной сферы, торговые центры. Вот эта категория людей, которые высвобождаются или сейчас сидят на паузе, они тоже приходят к нам. Много таких? Официально сокращенных не очень много. По цифрам это, можно сказать, копейки. Вообще 59 человек было на пятницу всего с записью в трудовой книжке о сокращении. Поэтому мы делаем вывод, что все-таки работодатель расстается со своими работниками либо по договоренности сторон, либо как-то человека убеждают, чтобы он написал по собственному желанию. Вот такое есть у нас. Здесь не будем искрывать. Такие люди приходят. И опять, если они были устроены официально, если у них есть 26 недель работы в календарном году, то они могут претендовать на максимальное пособие. Да. И вот только эта категория на максимальное пособие может претендовать, да? Вы знаете уже, что максимальное пособие у нас выросло по безработице. Оно теперь составляет 12 130 рублей. На это максимальное пособие, если в общем сказать, могут претендовать несколько категорий людей. Первое, я уже сказала, те, которые 26 недель имеют выработки и приходят к нам, встают на учет. Вторая категория – это люди, которые пришли после 1 марта, потеряли работу, пришли в центр занятости. И в связи с тем, что они в период пандемии потеряли работу, они автоматически будут получать тоже максимальное пособие на время пандемии, на 3 месяца, как сейчас определил председатель правительства Мишустин. То есть это апрель, май, июнь. Вот за эти 3 месяца у них гарантированно будет 12 130. Еще одна категория тоже, которая особая – это предпенсионеры. Когда бы они не потеряли работу, они к нам обращаются, и они тоже претендуют сразу на максимальное пособие. Предпенсионеры – это сколько лет до пенсии? Пять. Пять лет? Пять лет, да. А те люди, которые потеряли работу, кроме пособия, что вы им можете предложить? Есть ли сегодня вакансии в Ульяновской области? Да. Основная наша задача как раз – это не раздать пособие, потому что это все-таки поддержка людей, это все-таки задача соцзащиты. Наша задача как раз – человеку дать возможность работу найти. И пособие у нас, собственно, для этого и сделано, чтобы он в этот период, пока он ищет работу, мог продержаться какое-то время. Поэтому, конечно, вот в течение 10 дней, как мы называем, когда идет признание, с момента обращения до момента получения статуса безработного должно пройти не меньше 10 дней. На 11 день принимается решение, есть у него статус безработного или нет у него статуса безработного. И за эти 10 дней человеку предлагается максимально возможное количество вакансий, чтобы он мог трудоустроиться, еще без получения даже статуса безработного. А статус ищущего работы пока есть у него. И даже сейчас, когда подается заявление дистанционно, и, наверное, об этом нужно отдельно сказать нашим зрителям, что приходить сейчас в центр занятости не надо. Центры занятости по личному приему работают только по предварительной записи, когда человек знает, что он в этот день, в это время приходит. Мы разводим потоки людей для того, чтобы поберечь здоровье, собственно, самих людей и наших сотрудников. Это правильный подход. Но даже приходить не надо, если вы хотите просто зарегистрироваться, получить вакансии, получить статус. Если вакансии не подойдут, то, пожалуйста, на портале «Работа в России» заходите, можно через наш сайт «Ульяновская занятость», агентство по развитию человеческого потенциала. Можно сразу выходить на работу в России, только нужно предварительно обязательно быть зарегистрированным на сайте государственных услуг. И дистанционно вы подаете заявление. Очень удобно стало. Не надо собирать справки с последнего места работы, не надо доказывать свое благосостояние, сколько ты получал за последние 3-6 месяцев. Не надо показывать и доказывать какими-то отдельными документами. Подается заявление, и автоматически все нужные документы подцепляются из пенсионного фонда в электронном виде. Очень удобно стало. Поэтому человек, находясь дома, может также воспользоваться всеми услугами центра занятости и зарегистрироваться и получать в электронном виде и вакансии, и объявления о его статусе. Так а кто сегодня требуется? Есть рабочие места? Что показала последняя ярмарка вакансий, которая, кстати, тоже в виртуальном режиме прошла? Да, у нас четверг была последняя ярмарка вакансий. Но первая из нового формата, мы ее полностью проводили в дистанционном режиме. Мы ее ввели через сеть интернет. На нашем портале была трансляция. Была трансляция в наших официальных группах в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме. Перед этой ярмаркой 3 дня мы выверяли активные вакансии по всем направлениям, которые сейчас работают, у которых нет ограничений. Что это за вакансия? Это, прежде всего, агропромышленный комплекс, который сейчас как раз с весенними полевыми работами занимается. Это сфера ЖКХ, все, что касается благоустройства. И здесь большая емкость в людях и потребность большая. Это те, которые занимаются переработкой продуктов питания. У них тоже ограничений нет, и люди требуются. Все, что касается курьерской службы, все, что касается службы связи. И особое внимание – это люди, которые шьют сейчас средства индивидуальной защиты. У нас несколько предприятий, которые шьют маски. И набирают народ. И набирают на это направление людей. Обучают людей за 3 часа, неважно, какое у тебя образование, умеешь ли ты шить. За 3 часа немудреная наука по шиву маски. Пожалуйста, тебя обучают. И ты садишься, полностью работаешь, шьешь вот эти маски. Сколько можно заработать? Ну, поскольку работа оплачивается сдельно здесь, то зарплата пока еще у человека нет навыков не очень высокая. Там 15-16 тысяч. Но мы на этой неделе уже выпускаем постановление. Оно будет буквально сегодня-завтра. Это всем, кто в период пандемии шьет средства индивидуальной защиты, будет доплата в пределах 5 тысяч. Для того, чтобы люди понимали, что пусть выработка небольшая, но зато тебя поддерживают. Потому что это социально важная. Специальная региональная добавка, да? Да, это специальная региональная надбавка. Потому что действительно у нас в масках потребности есть. И чтобы люди действительно сейчас на этой стезе работали, у нас такая доплата именно тем, кто шьет маски. Стройки оживились? Нужны туда рабочие? Нужны. Нужны. И хочу отметить, что поскольку границы сейчас закрыты, миграция трудовая затруднена. Ближние зарубежья, мы имеем в виду. Да, ближние зарубежья. Это традиционно к нам приезжает Узбекистан, Таджикистан. Куда они приезжают? Самое главное, конечно, стройка. Это самая емкая для них отрасль. Агропромышленный комплекс второй. Поскольку сейчас они не приезжают, стройка оживляется с весной, то здесь все вакансы сейчас сброшены на центр занятости, и набор идет очень большой туда. Профессию какую-то нужно обязательно иметь? Или можно переобучение пройти? Ну, если у вас есть такая профессия, то это вообще очень здорово. Потому что в наш век иметь какую-то узкую специализацию – это действительно уже редкость. Люди в основном уже мультиспециализированы. У них несколько направлений есть, где они могут работать. Если действительно интерес есть, работать в сфере, где нет образования, нет навыка, то мы предлагаем обучение за счет центра занятости, обучение дистанционное тоже, для того, чтобы действительно на коротких курсах основные профессиональные навыки получить и выйти уже дальше на работу, уже понимая, что ты делаешь, по крайней мере. Ну и краткую выжимку из нашей беседы. На максимальное пособие по объективным причинам могут рассчитывать не все. Работа в области есть, в центр занятости приходить не требуется, можно это сделать все с помощью интернета. Найти работу реально. Найти работу реально, даже сейчас реально работу найти. Хочу, пользуясь случаем, просто поблагодарить наших работодателей, особенно промышленные предприятия, которые держат сейчас занятость своих работников, отпуская их не на дистанционку, отпуская их в отпуска оплачиваемые, но при этом они действительно держат занятость, берегут своих сотрудников. Вот таким работодателям просто большое спасибо и уважение. Но тем не менее работа есть, и тем, кто готов не возмущаться, не лениться, а зарабатывать, мы все возможности для этого готовы предоставить. Ну а вам большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Сегодня в программе «Тема дня», напоминаю телезрителям, мы говорили о ситуации на рынке труда Ульяновской области. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...